Раз, два, три! Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу предложить вам сегодня вместе со мной прогуляться по улицам Иерусалима. Мы окажемся на улице Бен-Игуда, центральной улице города, на которой часто звучит музыка. Музыканты играют. Однако последние три недели было ощущение траура в Иерусалиме, потому что отмечались три недели траура с 17-го тому за по 9-е ава. Впрочем, даже не только эти три недели. В некоторых домах, например, остается какое-то пятно или часть стены, которые не закрашиваются в память о разрушенном Иерусалиме. Если вы когда-то были на еврейских свадьбах, то видели, что в конце церемонии бракосочетания хупы жених разбивает ногой стаканы. Люди говорят «Мазалтов!». Ну, с другой стороны, это не просто «Мазалтов» и пожелание счастья, а это жених исполняет слова царя Давида, который сказал «Над любой моей радостью я подниму память о Иерусалиме». Поскольку Иерусалим разрушен, то в самый радостный момент жизни человек напоминает себе об этом и также говорит, что строительство Иерусалима выражается в его жизни в строительстве его еврейской семьи. Он отстраивает разрушенное, когда строит свою семью. Может быть, потому мы можем понять, что сразу за 9 ава следует 15 ава, ну, неделя спустя, которая отмечает день семьи. Ибо это день единства нашего народа, когда 12 колен Израиля объединились в одну большую еврейскую семью, и браки между коленами были разрешены. Поэтому по сегодняшний день, 15 ава, достаточно трудно найти какой-то кошерный холл, кошерный зал для того, чтобы провести там свадьбу. Потому что всюду, в Америке, в Израиле, где бы вы ни были, в рейских общинах, в этот день играют свадьбы. И вот, когда мы идем с вами по Иерусалиму и видим музыкантов, которые играют, то, конечно, мы хотим с ними познакомиться. И оказывается, что кто-то из Воронежа, кто-то из Петербурга, кто-то из Москвы, кто-то из Харькова. То есть, получается, что российские и украинские евреи играют вместе. Они вместе бежали от войны. И вместе играют музыка, которую, я надеюсь, победит эту войну. И тут вдруг подходит пара замечательная, которая обращается ко мне и говорит, а мы знакомы с вами с 1989 года. Мы ходили в Бруклине к вам в синагогу. А женщина говорит, а я ходила на занятия, туры к вашей маме. И это очень тронуло меня, потому что в эти дни как раз я вспоминаю мою маму, которая ушла ровно 11 лет тому назад. И когда она упоминала об этом, то я, прежде всего, подумал о том, что вот человека может не быть. Но его дети или его ученики продолжают свою жизнь. Более того, вдохновленные каким-то словом, каким-то уроком, они решают оставить Нью-Йорк или Коннекот и совершить Илью, то есть восхождение в Израиле, изменить свою жизнь, радоваться жизни в Израиле. С другой стороны, пометой о том, что мы живем в такое сложное сегодня время, когда в России сжигают военкоматы. Тысячи молодых людей бегут от мобилизации, и мы видим их здесь, в Израиле. Не только потому, что они боятся быть убитыми, я надеюсь, что еще в большей степени не хотят участвовать в убийствах и военных преступлениях. И, конечно, они находятся сегодня в стране, подобно той, в которой находились когда-то мы. Это страна, которой говорил мой дедушка, что это страна террора. И террором он называл не то, как он говорил, что каждому человеку приставили револьвер к виску. Не потому мы живем в деспотическом, тоталитарном государстве, что каждому из нас приставили револьвер к виску. А потому что каждый из нас знает, если он что-то сделает или скажет, этот револьвер может быть представлен. То есть, это страна терроризирующая собственное население. И потому я хочу, друзья, поделиться с вами памятью, рассказом о моей маме, который может вдохновить кого-то преодолеть страх и остановить эту войну. Дело было в 1980 году, уже после вторжения советских войск в Афганистан. Когда отношения испортились, когда евреев уже перестали выпускать. Но многие евреи ведь подали на выезд в Израиль, многие задумались, многие уже хотели уехать. Многие были в отказе и у многих были дети. Теперь, если у вас есть мальчики, и вы думали, что когда вашему сыну 16 лет, и вы подали на выезд в Израиль, то вы думаете, что за 6 месяцев вы уедете, а оказывается, люди сидят и год, и два, и три, и десять. И оказывается, в отказе, и выехать не могут. Что же делать? Что только евреи не делали. И ломали себе руки и ноги. И, в общем, пытались каким-то образом спасти своих детей. Потому что, если ребенка берут в армию, в то время как родители, семья в отказе, то он там отслужит два года. Но, в конце концов, ему потом просто не дадут выехать, поскольку он же теперь знает какие-то тайны. Он же там копал какую-то канаву где-то в стройбате. А это же секрет военный, поэтому ему теперь никогда не уехать. А если он не пойдет в армию, то тогда ему дадут три года тюрьмы, после которой его все равно призовут в армию. Так что же делать? Вот я помню, что у нас были друзья. Замечательный друг нашей семьи Борис привез своего брата Семена и попросил нас ему помочь. Потому что у него сын, которого берут в армию, а они находятся уже несколько лет в отказе. Ну, мы ничего не можем делать. Как мы можем вообще помочь? Мы сами отказники. Что мы могли сделать? Но когда моя мама увидела страдания этих людей, то она не могла ничего не делать. Я сказала, я попробую. И вот мы вместе с мамой пошли в военкомат. Того района, в котором был прописан вот этот мальчик. В дверей стоял охранник. Тогда мама спросила у него, а кто здесь заведует у вас призывом? Он говорит, майор Петров. Майор Петров? А он хороший человек? Спрашивает моя мама. Да, хороший. Мама, конечно, ничего не имела в виду. Она просто хотела настроиться на хороший, позитивный разговор. И начать его, так сказать, с правой ноги. И действительно, когда она постучалась в дверь, вошла, то она сказала майору Петрову, я слышала, что вы хороший человек. Да, интересно. От кого? Спросил майор Петров. И мама сказала, у охранника у дверей. У охранника у дверей? Вы лжете. Уходите отсюда. Я не хочу с вами разговаривать. Казалось бы, попытка спасти этого мальчика закончилась неудачей. Мама могла развернуться и уйти. Она сделала все, что она могла. И, к сожалению, у нее не получилось. Однако она приняла другое решение. Бороться. И, в частности, она вспомнила, что совсем недавно мы были на лекции Владимира Альбрехта, который возглавлял организацию Amnesty International. Был правозащитником, еврей, который помогал людям бороться за права человека. И, в частности, написал книгу «Как вести себя на допросе в КГБ». И на лекции, где он презентовал эту идею, он говорил о том, что у ГБшников много психологических приемов, как поломать вас на допросе. Но если вы будете говорить правду, не всю правду, но только правду, и не будете ослаблять себя лужью, в которой они пытаются вас запутать, то вы победите. И у него была замечательная система плод. Это все нужно было записывать, обязательно протокол, а не болтать. Был ответ, например, «Ла» личная, что если этот разговор превращает вас из свидетеля в подозреваемое, вы вообще не обязаны на это отвечать. Вы не обязаны отвечать на вопрос, который не имеет никакого отношения к делу. И есть также допустимость, морально недопустимо, в кругу наших друзей отвечать на такого рода вопрос. И когда моя мама услышала, что вот ее выгоняют и говорят, «Уходите, потому что вы лжете», то мама ответила, «Я не лгу, потому что в ваших руках сила, а в моих правда, и я не буду ослаблять себя лужью», – ответила моя мама. Он был удивлен, «Что вы хотите?» И тогда мама рассказала, что есть еврейская семья, которая подала на выезд в Израиль, которая уже в ожидании несколько лет и надеется вот-вот уехать. Поэтому, пожалуйста, отложите призыв на шесть месяцев. И тогда майор Петров задал такой невинный вопрос. «А зачем мне это делать?» Интересно, а как бы вы ответили на этот вопрос? Вы понимаете, так сказать, всю глубину его вопроса и что он имел в виду? Но мама туда не пошла. Она сказала ему правду, то, что она думала. Она сказала, «Если вы поможете евреям, то вам поможет Бог». Она верила в то, что она говорила. И ей поверил даже майор Петров, который отложил призыв на шесть месяцев раз, потом на шесть месяцев два, и потом на шесть месяцев три. И так этот мальчик, в конце концов, своей семьей уехал. И какое-то время спустя, мама еще была жива, они приехали к нам из Детройта в Нью-Йорк, отец с сыном, и выразили благодарность, спасибо, что мама тогда спасла его жизнь. И вот любопытно, когда я вспоминаю об этом, то я говорю себе, что прежде всего бесстрашие позволяет человеку быть свободным. И то, что делают наши родители, наши учителя, оно остается в нас, оно вдохновляет нас. Я, например, увидел там же на улице, где играли музыканты, что подошла мама с маленькой девочкой, и они слушали музыку, а потом мама дала этой девочке какую-то монетку, и девочка пошагала, так сказать, пошла. Ей, наверное, годика два было, и она подошла к такой чашечке и бросила туда эту монетку. Я потом подошел к маме и говорю, вы воспитываете вашего ребенка быть человеком дающим, потому что мы, это не только то, что мы думаем, и то, что мы говорим, но мы в значительной очень степени то, что мы делаем. Мы становимся щедрыми, добрыми людьми, когда мы так себя ведем, когда мы даем. Человек становится добрым, не потому что он таким родился, а потому что он совершает акты добра. То же самое с бесстрашием. Человек не рождается бесстрашным, он рождается с инстинктом самосохранения, которым пытаются управлять. Но если человек освобождается от страха, то он становится свободным человеком. Я, кстати, вспоминаю, что когда-то мы с мамой подошли к этому самому Владимиру Альбрехту и спросили, что нам делать. Нам угрожает КГБ, что если мы будем продолжать в нашем доме проводить уроки, то нас отправят только не на Ближний Восток, а на Дальний. Вот так я помню, это был декабрь, это была Ханка, мы стояли в московской синагоге, и Владимир Абрехт посмотрел на меня и спросил, ну вот вы знаете, чего должен бояться религиозный еврей? Интересно он спрашивает меня. И он ответил, совершить грех, преступление против своей совести. Потому что если все, что он делает в жизни, он подчиняется страху, то это превращает его в животное. Это, кстати, объясняет, почему люди, совершая преступления, говорят, мы только подчинялись приказам. Потому требуется мужество, чтобы не подчиняться преступным приказам. Хочется пожелать, друзья, чтобы та музыка, которая звучала на улице Иерусалима, и тот рассказ о моей маме, которая освободилась, еще будучи в Советском Союзе, от страха, вдохновил нас в нашей жизни быть свободными людьми, свободно любить друг друга, свободно дарить друг другу радость, творить добро. И пусть народы России и Украины празднуют свою свободу и мир. Пусть победит войну, а свет победит тьму. Субтитры создавал DimaTorzok Я стою вместе с замечательной скрипачкой из Петербурга. Анна Вородовская из Петербурга. И Анна, как давно вы в Израиле? В Израиле чуть больше года. Чуть больше года. То есть вы, так сказать, последняя волна Альи, так скажем. Можно сказать, да, Дыгнена или как нас сейчас называют. Скажите, вы были частью еврейской общины там в Петербурге? Да, я была частью еврейской общины, я работала в петербургской синагоге, мы играли в ансамбле еврейской музыки и синагоге. Знаете, наша организация, молодежная рейч, мы были в Петербурге в синагоге хоральной петербургской рабе Певзнера. Певзнера. Певзнера, рабе Певзнера. И я вас оттуда... То есть вы были там в синагоге, нет? Я была там, может быть, мы просто были в разных помещениях оказались. Да, замечательная, прекрасная синагога и, в общем, такая, можно сказать, возрождающаяся все-таки еще община, хотя, с другой стороны, люди возрождаются и уезжают в Израиль, да? Ну, она беспрерывно возрождается, кто-то уезжает, кто-то приходит в общину. Нельзя сказать, что там опустилась синагога. Как вы себя чувствуете в Израиле? Превосходно. Превосходно, объясните. Ну, действительно, вот это ощущение дома, то, что люди говорили, я не понимала, я раздражалась, когда мне говорили, что пора уехать. У меня было дело, у меня была работа в общине. Вот теперь я понимаю, да, вот это действительно дом. Вы знаете, я говорил с одним высокопоставленным сотрудником Сахнута, который смеялся, говорил, Сахнут в Израиле, то есть Сахнут в России, сколько там было тысяч сотрудников за эти годы? Один Путин сделал больше, чем все сотрудники за все годы вместе. Да. То есть, иначе говоря, в каком-то смысле вы вынуждены, так сказать, да? То есть, если бы не события, то, возможно, вы оставались бы там. Да, у нас не было планов уехать, потому что мы считали, что наш долг поднимать еврейскую общину там. Но... Ну, теперь получается, что этот долг трансформировался, трансформировался, и нужно поднимать эту общину здесь. Я как бы сижу на двух стульях, я продолжаю работать удаленно для петербургской синагоги. Вот это и самое рабо-песно, да? Многие люди из той общины, из московской общины, из других общин, как России, так и Украины, приехали сюда, и многие не находят той общинной жизни, которая была там. Потому что когда вы жили там в Петербурге, у вас была община-семья. А здесь все евреи, все вокруг разные общины, при этом... Здесь тоже семьи, просто их больше. Там одна, собственно, община. Да. Здесь много-много-много разных. Где вы живете? В Иерусалиме. Вы живете в Иерусалиме. Да. И чувствуете себя здесь, вы сказали, дома, с момента приезда. Как только вы приехали... Даже когда мы приезжали сюда просто в отпуск, то у меня было ощущение, что я здесь жила всегда, что здесь есть какая-то параллельная жизнь, и какая-то параллельная реальность, и какие-то даже фантомные воспоминания. Скажите, пожалуйста, а вот та волна эмиграции или Алии, которая приехала сюда, где многие люди не планировали приехать сюда, а скорее уезжали оттуда. Вы думаете, что эта эмиграция, у нее есть шанс здесь закрепиться, остаться, найти себе свои духовные корни, или это временные люди, которые приехали и вернутся? Я думаю, что и так, и так, но очень хочется верить, что большая часть людей найдет себя здесь, и это возможно, это реально, и очень, когда читаешь какие-то отчаянные посты людей, которым здесь тяжело, они еще не прижились, хочется их обнять, взять на ручки, сказать, что все будет хорошо, вы обязательно здесь себя найдете. То есть на самом деле это именно то, что вы делаете, и, собственно говоря, и своей музыкой, и своими словами, и поэтому очень важно, чтобы это здесь было. Надеюсь, что да. Скажите, для вас прошедший траурный день 9-го ала, что это значило для вас в контексте вашей жизни? Здесь это переживается немножко удивительно, потому что, с одной стороны, ты видишь совершенно цветущий, отстроенный Иерусалим, и трудно говорить, что отстрой Иерусалим, он весь в руинах. Нет, но при этом ты понимаешь, что храма еще нет. Вот это очень странно. С одной стороны, ты наглядно видишь, что храма еще нет, это непорядок, с другой стороны, ты видишь, что Иерусалим прекрасен, он цветет, создает двойственное ощущение. Да, но с другой стороны, Иерусалим был разрушен из-за ссор и споров внутри еврейского народа. И в каком-то смысле, нам еще есть работать над тем, чтобы строить мосты. Да, сейчас особенно. И потому, опять-таки, музыка является тем языком, который объединяет. Безусловно, к нам подходят самые разные люди, религиозные, абсолютно светские, это принадлежащие кашкинастской общине, кафеотской общине. Всем интересно, кто-то узнает свою музыку, кому-то интересно просто, что это такое, это, безусловно, объединяет. И поэтому, действительно, я считаю, что важно делать то, что мы делаем. Добрый день, здравствуйте. Меня, кажется, не помню. Вас зовут Ирина. Да. С 89-го года. Да. С 89-го года. Да. Но я тоже, как всегда, приехал в 86-го. Да. Мой муж жил с вами в одном доме на честных прудах. Вы жили со мной в Чаплыгина, дом 1-а? Да. Не может быть. Совершенно верно. Я жил на Большой Харитонийске 12, а вы в Чаплыгина 1-а. Да. А двор у нас с вами был. Вас зовут? Меня зовут Ариэль Маргулис. Ариэль Маргулис. А когда-то звали Ариэль Маргулис. А где вы живете? В Иерусалиме. Вы сделали Алиэль? Да. Откуда? Из Америки. Из Америки? Откуда из Америки? Из Коннекции-то? Мы жили сначала в Нью-Йорке, а потом в Коннекции. А где в Нью-Йорке? В Нью-Йорке мы жили в Бруклине. В Бруклине. Я с вами там познакомился. Потом так уж получилось. Я ходила на классы к вашей маме. Вы ходили на классы к моей маме? Да. У нас как раз ерцат ее уходы из этого мира. А вы знаете, моя невестка, ее зовут Элишева Фельдман. Элишева Фельдман. И она училась у нас в школе? Нет. Она жила с вами в соседнем доме. Где? В Бруклине. А, не может быть. Подождите секундочку. Вы серьезно говорите? Да, мы любим. Элишева Фельдман, это же наши соседи, которые жили вместе. И они сказали, что их дочь вышла замуж за мальчика, родители которого из России. Прежде всего, это дочка Элишева, конечно. Вот мы видим Элишеву, нашу соседку. Это ее муж, наш сын Ильяху. И ваш сын женился на дочери наших друзей. Они сразу родили тройню. Они вот недолго думая взяли, а родили тройню. Недолго думая. И уже там вот есть четвертая, так что их теперь четверо. А скажите, мы вообще договорились здесь встретиться? Как это произошло? Мы пришли к ребятам послушать, Анечку послушать и Женю послушать. У нас, кстати, есть еще одна интересная история про то, как... Возьмите. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Женя. Я приехала в Иерусалим из Воронежа семь лет назад. И одна интересная история, как тесен еврейский мир. Вот вы знакомы между собой. Мы с Ирой учились в Альпане. И там выяснилось, что когда они жили в Америке в штате Коннектик, они жили рядом с моей тетей и знакомой с моей тетей, которая живет в штате Коннектик. Прямо в нашей... Вы представляете себе вообще, насколько мал этот мир? И скажите, пожалуйста, вас зовут Женя. Да. Скажите, Женя, что означает для вас вернуться в Израиль? Видите, я спросил, должен был попросить. Приехать в Израиль. Вот вы семь лет назад из Воронежа приехали в Израиль. И как вы себя чувствуете здесь, в Израиле? Я прошла путь осмысления репатриации 20 лет. Я размышляла над этим с 2000 года. Я первый раз была в Израиле и все время хотела приехать. Ну, а, нет, не 20, 15 лет. В 2015 году, в 2016 году я приехала. И все это время мне было такое ощущение, что я хочу, но через какое-то время. Вот это время наступило, и я себя здесь прекрасно чувствую. И можно сказать, что за последние года 3-2, а полтора уж точно, это точно мой дом. И другого у меня нет. Это вот это потрясающе. Вы знаете, я приехал в Израиль в 81 году и почувствовал себя дома. И несмотря на то, что в 86-м я уже был в Америке, я никогда не чувствовал себя так дома, как в Израиле. И поэтому все мои дети знали, что мы возвращаемся домой. Сегодня пятеро из моих детей уже живут в Израиле. Так что мы, конечно, по дороге. Мы пока еще находимся в Бруклине временно. Но у вас в Бруклине тоже есть цели, задачи. Конечно, мы встречались с нашими американскими студентами здесь, которые приехали сюда учиться. Как раз у нас эта встреча происходила. А вы как давно приехали сюда? Мы тоже приехали 7 лет назад. Мы приехали в 16-м году. То есть не сговорившись, да? Не сговорившись. Просто познакомились. Познакомились в Альпане. Мы приехали. Ну, мы давно собирались. Сначала думали, что мы сначала выйдем на пенсию и приедем. А потом так случилось, что Леня потерял работу и ему сказала, знаешь, наверное, это такой нам знак свыше, что раз у тебя суждено искать новую работу, так надо ее искать уже в другом месте. И он приехал сюда и искал. А сын наш, который родился в Америке, он закончил университет в Америке и сразу сделал Алию еще до нас. И сначала он пожил в Гевадшмойле, а потом они с женой, уже пожалевшись, они решили, что они хотят только жить на поселении. Они переехали. Сейчас они купили дом в Долеве. И очень счастливы там, очень довольны. А сын мой работает архитектором. Он сказал, я приехал строить эту страну. Потрясающе. То, что мы говорим в богословениях Увней Рушалаем Ираходаш, Истро Иерусалим, обращаясь ко Всевышнему, то его посланники строят Иерусалим и творят, так сказать, архитектурные планы, и строят руками. То есть ваш сын исполняет заповедь строительства земли Израиля. А я... Мы желаем руками... Руками вашего сына. Всевышний строит Иерусалим. Руками вашего сына. Я вижу, что отец гордится своим сыном. Я совершенно горжусь. И еще одну вещь хочу сказать. Мы как бы... У нас был план, мы очень хотели приехать. И для нас был вопрос только когда, а не приехать или нет. И я... Когда уже мы сделали Ию, от меня такая мысль не может уйти, что две тысячи лет люди каждый год в конце Пейсаха или в конце... В конце Йом-Кипура говорили Шанаха Баабь Иерусалим, и я не понимаю, за что нам такая вообще... Такой гигантский совершенно подарок был сделан, что мы можем вот так приехать, купить квартиру, здесь жить. В этом городе это потрясающе. То есть всем мечтали, тысячи поколениями мечтали, и это всегда казалось несбыточной мечтой. И вам удалось, и вы реализовали эту мечту в своей жизни. Чем мы это заслужили, я до сих пор не понимаю. Я думаю, что в своем решении. Мы приехали в Америку в 89-м году. Кстати, ходили на ваши классы. В 96-м году мы первый раз приехали в Израиль, и с тех пор как бы эта любовь уже была здесь, и наши родственники подарили нам какие-то вещи, типа шкаф, там подсвешивали. Мы приехали домой, мы начали что-то делать, еще это никакого соблюдения там еще не было. Это заняло примерно 6 лет, пока мы сделали уже кошельки. Я там учились, я слушал лекции, было все очень интересно. Сначала ходили в Турцово-Дижево-Сенатурку, потом постепенно... Да, потом пошли в Артур-Аксаду-Сенатурку, и все стало на свои места. Это заняло, я думаю, лет 6, примерно с тех пор, как что-то мы начали делать. И постепенно уже в Америке мы жили абсолютно нормальной, традиционной ортодоксальной жизнью. Были членами синагоги, были в синагоге 3 раза в день, 2 раза в день, потому что мы можем говорить в одно и то же время. Ну вот, естественно, каждый шаббат, у нас каждый шаббат был ужин, на котором приглашали людей, я потом стал учить целую группу людей в Уэст-Харкфорде. Мы с ними учили тару. Ура! 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 Ура!